Доброе утро коллеги, с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 26 июля, среда и давайте посмотрим с чем мы подошли к середине торговой недели. По паре евро-доллар, вчера мы видели обновление локальных максимумов, доходили до отметки 1.17. 11 июля, тенденция на укрепление продолжается. Сегодня уже с утра пара торгуется вблизи минимальной значения, которую мы видели 24 числа и закрепление ниже данного уровня откроет предпосылки на начало коррекционного нисходящего движения, после завершения которого можно будет также вновь рассматривать сделки на покупку в сторону основного тренда. На текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Пара британский фунт на несколько дней назад обновил локальный максимум 21 июля, что нам говорит о завершении коррекционного движения, которое мы видели на прошлой неделе. И на текущий момент тенденция на укрепление по данному инструменту сохраняется. Среднесрочный уровень находится в области минимальной значений 20 июля, это отметка 1.29.31. Краткосрочный уровень находится на минимальной значениях, которые были вчера. Закрепление ниже данного уровня может также нас вернуть на коррекции в краткосрочной перспективе. Но основное направление также остается на укрепление. А пара в австралийский доллар и американский доллар вчера попыталась обновить максимум предыдущей торговой сессии именно 24 июля, но не смогла уйти выше данного уровня, а к концу торговой сессии закрылись практически по ценам открытия. Сегодня в первой половине дня мы видим уже снижение и обновление минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Что в свою очередь нам подтверждает продолжение коррекционного нисходящего движения по данному активу, завершение которого также позволит нам присоединиться по данной паре на покупку в сторону укрепления австралийского доллара по отношению к доллару американскому. Пара американский доллар и японская иена вчера уходят выше максимальной значения 24 июля, что в свою очередь нам говорит о начале коррекционного краткосрочного движения по данной паре. Завершение коррекции уже нас также может вернуть к продажам в сторону основного тренда. Пара USDCAD в отличие от пары USDJPY продолжает снижаться. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях, которые были вчера. Это отметка 1.2530. Уход выше закрепления за данным уровнем даст нам предпосылки на начало коррекционного восходящего движения по данной паре. Опять же завершение которого позволит нам войти вновь по тренду по паре USDCAD, который на текущий момент сохраняется нисходящей. Пара USDCAD несколько дней назад также преодолела минимальные значения 21 июля. Закрепились за ними и на текущем момент тенденция на ослабление в рамках краткосрочной перспективы остается в приоритете. По паре USDCAD коррекция нисходящая сохраняется. Для продолжения покупок нам нужно как минимум уйти выше максимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 89.58. Золото вчера уходит ниже минимальных значений, которые мы видели 24 июля. Что в свою очередь нам говорит о начале краткосрочного нисходящего движения по данному активу. Среднесрочный уровень располагается в области 1235 долларов за тройскую унцию. Поэтому завершение коррекции вблизи данного уровня также вновь позволит присоединиться по данному активу в сторону основного тренда на покупку. Уход ниже минимальных значений, которые мы видели 20 июля, возвращает нас к продажам по данному инструменту. Нефть марки Brent вчера смогла закрепиться выше максимальных значений 21 июля, что возвращает нас к тенденции на укрепление по данному активу. Цель, которая может быть, ну и во-первых, тот уровень, который мы будем отслеживать для разворота по нефти в среднесрочной и долгосрочной перспективе, находится в области максимальных значений мая. Это отметка 54.40. По индексу DAX вчера мы также видели обновление локальных максимумов 24 июля, что в свою очередь в краткосрочной перспективе нас пока возвращает к покупкам. Завершение данного коррекционного восходящего движения приведет нас вновь к продолжению продаж, к тем движениям, которые мы видим уже в рамках среднесрочного и долгосрочного тренда. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк и увидимся на следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.